В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Отмена ограничений Роспотребнадзор ослабил антикоронавирусные меры. Оттепель в регионе, выход на лёд стал ещё опаснее. Город засыпает, где в Сарове играют в мафию. Далее расскажем обо всём подробно. Роспотребнадзор отменил сразу несколько антикоронавирусных ограничений. Теперь в общественных местах можно ходить без перчаток. А при контакте с больным ковидом не придётся уходить в самоизоляцию. Ранее контактные лица должны были находиться на карантине не менее 7 календарных дней. Кроме того, при лечении ковид-19 более недели для выписки отрицательный тест не потребуется. Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью или обучению допуска в организованные коллективы после проведённого лечения как в стационарных, так и амбулаторных условиях и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на ковид-19, если время лечения составляет 7 и более дней, говорится в документе. Восстановление главного санитарного врача вступило в силу 6 февраля и новые правила распространяются только на тех пациентов, кому поставили диагноз, начиная с этой даты. Для тех, кто заразился коронавирусом до 6 февраля, правила двухнедельной самоизоляции и лечения сохраняются. Коронавирусный карантин отменили в школах и детских садах. Раньше весь класс отправляли на дистанционное обучение, если коронавирус подтвердился у одного ребёнка. Тогда онлайн-обучение длилось в течение недели. Теперь отправлять на карантин будут только одного школьника или воспитанника детского сада. Отправлять весь класс или группу на карантин будут только в случае заболевания 20% детей. Новые правила связаны с особенностями штамма «Омикрон». Подробные меры успешно применяются при ОРВИ и гриппе уже не один десяток лет, пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя неустановленного автомобиля, который 2 февраля въехал в припаркованную на Курчатова-4 машину Судзуки Гранд Витара и скрылся с места ДТП. Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят сообщить в дежурную часть. 2 февраля на улице Курчатова у дома номер 4 неизвестный автомобилист наехал на припаркованную машину Судзуки Гранд Витара. С места ДТП нарушитель скрылся. Как считают в ГИБДД, на такой поступок у водителя, скорее всего, были причины. Это говорит о том, что водителю есть что вскрывать. И зачастую водитель, вот так вот покидая место ДТП, либо не имеет права управления, либо ранее был лишен права управления, либо находится в состоянии алкогольного пьянения, либо у него не в порядке страховой полис ОСАГО. Вот я прошу всех участников дорожного движения еще раз задуматься над последствиями оставления места ДТП. Водителю, вскрывшемуся с места ДТП, грозит лишение права управления от года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. Также 2 февраля в 12 часов 10 минут на улице Силкина у дома номер 19 водитель Volkswagen Passat исправился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. У сотрудников госинспекции возникли подозрения в том, что один из водителей имеет признаки наркотического пьянения. Он был направлен для проведения медицинского свидетельства на состояние опьянения, от которого отказался. Ранее этот водитель был уже лишен права управления. В связи с чем, нами был собран материал проверки, был направлен в отдел дознания нашего управления. По этому факту возбудили уголовное дело за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года. За неделю сотрудники ГИБДД не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Выявили 104 нарушения правил дорожного движения. 9 водителей задержаны пьяными, причем 6 из них в минувшие выходные. 14 протоколов составили за езду с тонировкой. 7 пешеходов оштрафовали за переход дороги в неположенном месте. Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, подростки младше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале с помощью родителей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. По-настоящему весеннее погода установилась в Нижегородской области на этой неделе. Во вторник и среду днем столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок. И без того коварный лед на водоемах в условиях оттепели стал еще опаснее. Как не стать жертвой несчастного случая, расскажем далее. Специальных мест для перехода рек и водоемов зимой в Сарове нет. И выход на лед запрещен. Об этом предупреждают информационные знаки, которые установили у водоемов. И каждый, кто выходит на лед, рискует жизнью и здоровьем. Поэтому прежде чем сокращать путь через реку, нужно быть уверенным в прочности льда. Все зависит от температуры, от толщины льда. Если человек специально хочет выйти на лед и узнать, можно ли, ну как рыбаки, допустим, да, прежде чем выйти на лед, наверное, каждый рыбак сначала узнает толщину льда. То есть пробурит лунку, посмотрит толщину. Скажем так, минимальная толщина льда для выхода на него должна составлять в пределах 10 сантиметров. То есть это безопасный выход на лед. Любители зимней рыбалки на льду также могут поджидать опасности. Поэтому подготовиться стоит ответственно. Для рыбалки лучше выбирать открытые места с пологим берегом, чтобы было удобнее спускаться к водоему. Для подстраховки всегда нужно брать с собой и специальные средства спасения. А вот кататься на коньках на открытом льду еще опаснее, чем переходить через него. Существует такая опасность, как провалиться в лунку. Или лед где-то там нашел льдиный на льдину. То есть вероятность падения велика. На получение травм не только утонуть, скажем так, а даже получить травму. Такие случаи были. У нас тоже были. Если все-таки вы провалились под лед, то в первую очередь нужно сбросить с себя зимнюю одежду и постараться выбраться ползком, не вставая на ноги на безопасное расстояние. Если вы стали очевидцем несчастного случая, то действия должны быть следующими. Максимально подойти, сколько можно, допустим, в метрах в 3-4, хотя бы смотреть надо по ситуации. То есть также лечь на живот, ползком, ползком подобраться на максимально близкое расстояние, ну, чтобы докинуть шарф или ремень. Лучше, конечно, если несколько, то есть вещей каких-то связать получится узлами и добросить до, скажем так, до пострадавшего, чтобы он зацепился и уже вытаскивать его на лед. О происшествии нужно сразу же сообщить по номеру 112. Сотрудники МЧС также обращают внимание любителей покататься на льду на транспортных средствах. Выезд на лед на автомобилях и снегоходах может повлечь за собой не только риски для жизни, но и административный штраф. Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет 9 февраля, сообщает Департамент образования. Что это такое, кто примет в нем участие и как подать заявление. Смотрите далее. Собеседование по русскому языку – это допуск государственной итоговой аттестации. Оно пройдет 9 февраля. Его положительный результат – оценка зачет. В случае, если школьнику поставить незачет, у него будет шанс попытаться пройти собеседование во второй раз – 9 марта и 16 мая. Итоговое собеседование по русскому языку проходят девятиклассники, школьники – лица, получающие образование на семейной форме обучения, обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся на дому, обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медучреждениях и санаториях. Для участия в собеседовании необходимо подать заявление не позднее, чем за две недели до начала его проведения. Школьники в свою школу – экстерна в образовательную организацию по своему выбору. Итоговое собеседование в Сарове обучающиеся проходят в своих школах. Начало собеседования в 9.00, продолжительность собеседования в среднем 15-16 минут. Для обучающихся с ОВЗ детей-инвалидов она увеличивается на полчаса, то есть составляет в среднем 45 минут. Живописи, компьютерная графика, натюрморты, в акварельной технике, художественные чуды. В библиотеке имени Пушкина проходит персональная выставка «Вдохновение» учащейся детской школы искусств номер 2 Ксении Телегиной. На экспозиции представлены как работы прошлого года, так и новые произведения юной художницы. Для Ксении Телегиной выставка «Вдохновение» в библиотеке имени Пушкина не первая. Читатели уже видели часть работ ученицы детской школы искусств номер 2 в прошлом году. Сейчас выставку дополнили рисунком, живописью и компьютерной графикой. Здесь можно увидеть и натюрморты в акварельной технике, и художественные этюды, и ученические зарисовки. Если внимательно посмотреть каждую работу Ксении, то видно, что этот человек очень вдумчивый, аккуратный, внимательный к деталям. У этих работ есть действительно свой почерк. Как и у любого художника, рисовальщика, есть своя манера исполнения. В прошлом году Ксения закончила отделение дизайн одежды и ткани, поэтому на выставке есть и фантазии на тему модных образов. Работы по композиции костюма представлены как русскими народными нарядами, так и современными трендами. Все произведения Ксении Телегиной выполнены под руководством разных преподавателей – Евгении Урм, Еленой Бодряшкиной, Юлией Лесиной, Марии Долиной. Вроде бы выставка скромная, то есть тут не так много работ, но работы все достойные, и они дают представление о том, как проходит обучение в нашей школе. И мы надеемся, что юные читатели библиотеки, посмотрев эту выставку и другие выставки, как-то вдохновятся. Выставка «Вдохновение» продлится в библиотеке имени Пушкина до летних каникул. Посетить экспозицию можно в часы работы библиотеки. Вход свободный. Мероприятие без возрастных ограничений. Докажи, что ты мирный житель. В мафию играют тысячи человек по всему миру. Эта игра учит отстаивать свою точку зрения, логически мыслить и находить союзников. Популярна мафия и в Сарове. Уже несколько лет по выходным горожане собираются за одним столом, чтобы услышать популярные слова «Город засыпает». Город засыпает, просыпается мафия. С этих слов начинается логическая игра. В Сарове мафия существует уже около шести лет. За это время ее посетило более трехсот человек. В мафии собирается 10-11 человек. Такая психологическая игра. Смотришь на реакцию, на поведение людей, вычисляешь мафию. О, какие у нас там споры иногда бывают. А главное, после игры все спокойные, все нормально и все хорошо. Организаторы Саровской мафии приглашают всех желающих посетить клуб «Закрытый город». Здесь новичков обучат всем правилам игры. Главное – проявить желание и энтузиазм. Игра «Мафия» научит лучше разбираться в людях. Также она разовьет логическое мышление и даже интуицию. «Мафия» улучшит ораторское мастерство, научит не зацикливаться в своих первоначальных убеждениях. В игре они могут быть ошибочны. У нас в «Мафии» четыре основные роли. «Мафия», «Дон» «Мафия», «Мирный житель» или «Комиссар». И каждая роль важна и очень интересна. Кем бы то ни был, очень интересно играть. Даже простой «Мирный житель». Иногда им даже интереснее играть, чем каким-нибудь «Доном» или «Комиссаром». Примерить на себя роль мафиози, комиссара или мирного жителя может любой желающий, достигший 16 лет. Игры проходят каждую субботу в 19.00 в Молодежном центре. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 908 235 59 17 или написать в группу ВКонтакте «Клуб салона мафии в Сарове. Закрытый город». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.